Дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки Торы по книге Рамбама Мишне Тура, знания, глава вторая, и сейчас идет о, речь идет о здоровье тела. Больные тела воспринимают горько на вкус сладким, а сладкое горьким. И есть среди больных такие, что испытывают пристрастие к продуктам, непригодным в пищу, как земля или угли, и не терпят нормальной пищи, как хлеб и мясо. Все зависит от силы заболевания. Здесь поясняется, что речь идет о психических отклонениях. Так и люди, души которых больны, любят и обожают дурные черты личности, им не по нраву добрая стезя, им лень следовать ею, и она им в тягость в силу их заболевания. О таких людях говорит Ешияву. Горе называющим плохое хорошим, а хорошее плохим. Они как будто считают тьму светом, а свет тьмой. Считают горькое сладким, а сладкое горьким. Ешияву 5.20. И о них сказано, оставляющий правильные пути, чтобы идти дорогами тьмы. Мишле 2.13. Тут говорится о том, что эта цитата отнесена к невеждым и нерадивым, охочим представлять свое несовершенство и глупость мудростью. Что может вылечить больных душой? Пусть идут к мудрецам, врачевателям душ, и те вылечат болезни их личности, обучая их, пока не повернут на добрую стезю. А те, что знают о дурных чертах своего характера и не идут к мудрецам их лечить, о них, сказал Шлома, наглецы, поучения призрели. Как их лечить? Гневливому, говорят, вести себя так, чтобы даже когда его бьют и оскорбляют, он ничего не чувствовал. И пусть ведет себя так долгое время, пока они выкорчевают гневливость из своего сердца. Опять же, крайние проявления лечатся противоположными крайними проявлениями или исправляются таким образом. А гордец пусть ведет себя весьма униженно и садится ниже всех, и носит потрепанную одежду, унижающую того, кто ее надевает, и тому подобное, пока не выкорчевает из себя гордыню. Опять же, крайние проявления гордыни лечатся и исправляются крайними проявлениями скромности. А затем пусть вернется к среднему пути. Путь, который есть, правильный путь. И когда вернется к среднему пути, пусть идет по нему во все дни свои. То есть, средний путь, как говорится, золотая середина. Хотя здесь написано, что золотой середины здесь не существует, сказано в пояснениях. Нет количественной середины, нет ни гневливости. А ведь невозможно решить, я буду гневиться в меру. То есть, есть некоторые черты характера, которые надо стараться полностью устранить. И так же пусть поступает со всеми остальными чертами характера. Если был удален от одной крайности, удалит себя от другой крайности. И следует ей долгое время, пока не вернется к доброму пути. И таков средоточный путь для каждой из личностных черт. Черты личности, сказано в пояснениях, для которых невозможно идти в срединный путь, вроде гневливости, да, гнев, следует выкорчевать полностью. Но, есть качества, которым нельзя следовать, средним путем или срединным путем. Но должен отдалиться в сторону одной из крайностей. Например, гордыня. Когда недостаточно человеку быть просто скромным, но должен быть смиренным, очень скромным. Поэтому сказано об учителе нашей Муше, очень скромный, и не сказано просто скромный. И по той же причине указали мудрецы, будь очень-очень смиренным. И еще сказали, что каждый, кто возвышает сердце свое, отрицает основы веры. И сказано, и возвысишь сердце свое, и забудешь Господа, Бога твоего. И еще сказали, что тот, в ком есть гордыня, даже малая ее доля заслуживает отлучения. В пояснении сказано, что мерзость перед Богом сердце вознесенное. Слово мерзость употребляется в Торе в контексте самых серьезных преступлений. Например, идолопоклонство. Насколько нежелательна эта черта чрезмерной гордости. И еще гневливость очень плохая черта характера. И человеку следует отдалиться от нее к противоположной крайности. И приучить себя не злиться даже на то, на что злиться стоит. Если же хочет высказать строгость детям своим, и домочадцам, или членам общины, если он ею руководит на общине, и явить им свой гнев, чтобы исправились, пусть сделает вид, что гневается, чтобы они устыдились, но внутренне останется спокоен. Как тот, кто в минуту гнева изображает огонь, а сам не злится. Говорили прежние мудрецы, каждый, кто злится, как будто поклоняется идолам. И еще сказали, что тот, кто злится, если мудрец, он теряет мудрость свою. А если пророк, он теряет свой пророческий дар. И жизнь гневливых не жизнь. Поэтому велели отдаляться от гнева, пока не войдет в привычку не замечать даже вещи, способные разозлить. И таков добрый путь, путь праведный. Их поносят, но они не позорят, слышат оскорбления и не отвечают, руководствуются любовью и радостны в страданиях. О них, говорит Писание, и любящие Его, Всевышнего, как восходящее солнце величия свое. Весь век человеку следует множить молчание и произносить только слова мудрости. Если же то, что необходимо для материальной жизни, говорили про раба, ученика, раба Иуда и Анасии, что за все дни своей жизни он ни разу не произнес пустой фразы. А ведь в них состоят речи большинства людей. И даже о материальных нуждах не нужно говорить много. И на это указали мудрецы, говоря, «Всякие умножающие речи приводят грех». И еще сказали, «И не нашел для тела ничего полезнее молчания». И слова мудреца в речах Торы и в речах мудрости пусть будут краткими, а смысл их глубоким. И так повелели мудрецы, сказав, «Пусть всегда учит человек своих учеников краткими формулами. Если же слов много, а смысла мало, то это глупость. И об этом сказано, ведь он многозначителен, а речь глупца многословна». Нет, сказано так, «Ведь сон многозначителен, а речь глупца многословна». Это сказано в Хоэле. «Ограда мудрости – молчание. Поэтому не нужно не спешить с ответом, не быть многословным, но обучать учеников размеренно и спокойно, без крика, без разглаголствований. Об этом сказал Шлома. Мудрые говорят спокойно». То есть человеку можно понять, понять его натуру, по его способности говорить и по его стилю говорить. «Запрещено человеку брать в обычай лесть и заискивание. Нельзя, чтобы на сердце было одно, а на устах другое. Но что внутри, то снаружи. А на устах должно быть то, что сердце, что сердце, что и в сердце, что на сердце. Запрещено вводить людей в заблуждение, в том числе евреев. «Каким образом нельзя продавать нееврею мясо не по закону забитой скотины среди мяса правильно зарезанного животного? И даже копыта умершей скотины вместо копыта зарезанной. И нельзя приглашать друга к столу, зная, что тот не станет есть, и рассыпаться в любезных приглашениях, зная, что их не примут». То есть надо искренне делать приглашение в гости. Нельзя открывать новые бочки вина, которые собирался открыть для знакомого, чтобы тот думал, что открывают для него, его честь. И так совсем подобным этому. Даже единое слово обмана прямого или косвенно запрещено. «Не следует приучить себя, чтобы речь была истинной, а дух правдивым, а сердце чистым, от умыслов и козь. Не следует быть балагуром и зубоскалом, равно как и предаваться унынию и скорби, но радостным надо быть». Так сказали мудрецы. «Разгул и легкомысли приучают к разврату. И велели не предаваться разгулу, не предаваться ни грусти, ни унынию, но встречать каждого человека в приятном расположении духа. И еще нельзя быть жадным и стремиться к наживе, или ленивым избегать труда, но избрать правильный путь, небольшой заработок и занятие торы. И радоваться должен человек тому немногому, что является его уделом. Нельзя нести раздор и завидовать, нельзя вожделеть и стремиться к почестям. Так сказали мудрецы. Зависть, вожделение и почести сживают человека со света. Обобщая все сказанное, человек должен следовать средоточной мере, которая свойственна каждой черте характера, пока не станут все его качества направлены к среднему. И об этом сказал Шлома. «Да будут сознательны все пути твои».